Перед началом этого ролика хочу вас пригласить на трансляцию, которая будет проходить на канале Samsung Казахстан. Ее будут проводить наши друзья из The Rock Media. Там представят новые смартфоны линейки Galaxy A 2019 года. Во время трансляции ребята разыграют Galaxy A50, Galaxy Watch Active, Galaxy Buds и там будет очень интересно. 10 апреля, 18.00 по алматинскому времени, Samsung Казахстан. Ссылка в описании. Ребятушки, привет! Сегодня я расскажу о 5 крутых гаджетах, которые понравились мне или нашей команде. И некоторые из этих гаджетов довольно-таки интересные и необычные. Поэтому советую вам досмотреть этот ролик до конца. Ну вы же не ведро огурцов, ну в самом-то деле. Часы MS Fit Verge. Часы от дочерней компании Xiaomi. И честно говоря, всего несколько месяцев назад я даже не понимал, зачем нужно носить часы, когда у тебя есть рядом смартфон. Но потом я получил в свои руки сначала MS Fit Beep. Это, наверное, одни из лучших умных часов на рынке. А затем и MS Fit Verge. И, ребят, мне кажется, я влюбился. Да, серьезно, они очень красивые. Тут 1,3-дюймовый AMOLED-дисплей. На солнце, на удивление, все видно и информация не выцветает. Доступно всего 13 циферблатов, но они настраиваются и выглядят довольно-таки симпатично. Можно, конечно, через инструкцию на всем известном форуме заменить циферблаты. Но по опыту с другими умными часами могу сказать, что лучше родных все равно не найдете. Так как их создают специально для этих часов. MS Fit Verge соединяются со смартфоном и могут отображать не только уведомления, но и звонки. Вернее, по этим часам можно даже разговаривать. Тут есть отдельный динамик и микрофон. Можно даже музыку слушать. Странно, конечно, но лишним не будет. Вдруг кому-то понадобится. Для тех, кто следит за своим здоровьем, тут есть 12 спортивных режимов. Для постройки маршрута, пробежки, тут используются GPS и GLONASS. Часы защищены от попадания воды и их спокойно можно брать с собой в бассейн. Вы спросите меня, а ежи? Отвечаю, мониторинг сна тут тоже есть. Часы составляют вам график сна и если вы ержан и любите поспать, то Verge помогут вам выровнять ваш график и просыпаться вам будет гораздо приятнее. Ах да, Verge живут достаточно долго для умных часов с таким экраном и функционалом. Около пяти дней при обычном использовании, но есть один важный момент. После получения на руки часы сразу же обновились и пару раз на них появлялось сообщение, мол, приложение не отвечает. Скорее всего, это единичный случай, но не рассказать вам о нем я не мог. Когда мы слышим слово робот, мы сразу представляем в голове какого-нибудь огромного человекоподобного электронного монстра наподобие терминатора. Но на самом деле сейчас на рынке есть огромное количество прикольных, необычных, крутых роботов, которые упрощают вашу жизнь или делают ее намного веселее. Как, к примеру, R2-D2. Кстати, за предоставленный на тест флюпации и R2-D2 благодарим магазин itel.kz. Что умеет робот? Да, все то же, что и умел R2-D2 из фильма. Двигается, прячет и достает ножку, крутит головой и издает звуки. Подключив его к смартфону, можно задать траекторию, по которой робот будет ездить. Можно выбрать команды для демонстрации возможностей. И можно включить режим патрулирования, но, к сожалению, он будет врезаться во всякие препятствия, так как датчика приближения в нем нет. Ну и то, что порадует особо ярых фанатов «Звездных войн» — совместный просмотр саги. Для этого нужно при просмотре фильма оставить включенным смартфон и робота. Первый будет выдавать карточки о героях фильма, а второй будет время от времени издавать сопровождающие фильм звуки. Это одновременно странно и прикольно, но это прикольно длится не так уж и долго. Гаджет быстро вам наскучивает. Но как подарок для ребенка, R2-D2, ну, довольно-таки крутая штука. Убийцы AirPods, которых мы ждали два с половиной года. Samsung Galaxy Buds. Кейс у наушников на самом деле клевый. Он маленький, спокойно помещается в карман и практически вам не мешает. В отличие от Free Buds от Huawei, которые неприлично выпирают из вашего кармашка. К сожалению, в нашей версии наушники болтаются в этом самом кейсе. Не критично, но для такой большой компании, как Samsung, это жирный минус. В комплекте есть несколько сменных амбушюр. Думаю, каждый сможет что-то подобрать под себя. Лично я сразу же надел накладку плавник, и наушники отлично сидели и вообще не выпадали из ушей. После тех же Free Buds и Meizu Pop, это просто бальзам на душу. Подключение у наушников очень быстрое после первой настройки при открытии кейса. Уши автоматом будут подключаться к вашему смартфону. Но все же советую сразу скачать самсунговское приложение для управления наушниками Galaxy Wearable. Там можно настроить звук, посмотреть информацию о заряде и прочее-прочее. Кстати, о звуке. Он тут откровенно средний. Люди, которые давно ходят с этими наушниками, советовали покрутить настройки, может что-нибудь потыкать, но все тщетно. Высокие пищат, а басы не вывозят. Ситуация прям как на Versus Fresh Blood. Может хотя бы говорить по ним удобно, подумал я, но нет. Из-за удаленности микрофона, несмотря на цифровое усиление сигнала, вас все равно будет плохо слышно. Самая большая проблема всех True Wireless наушников это постоянные обрывы. Они были на Huawei Free Buds, они были на Meizu Pop, но наушники от Samsung меня порадовали за все время использования ни единого намека на обрыв. Автономность у наушников шикарная. Заряда самих ушей хватит на 6 часов, плюс кейс заряжает еще на 6 часов. В общем, при обычном использовании на 2 дня должно хватить спокойно. Ну и вывод по наушникам. Если ваша цель слушать музыку, Galaxy Buds не ваш выбор. Слушать можно, но эффект будет как от прослушивания русского рэпа. Нужно будет смывать кровь из ушей. А вот для просмотра роликов на YouTube, прослушивания подкастов, это вполне себе годный вариант. Большинство пользователей наушников получали их в подарок за предзаказ Galaxy S10. А сами наушники отдельно от смартфона, к сожалению, сейчас не приобрести. И меня это очень сильно удивляет. Samsung, когда? Четвертый гаджет это Honor Flypods, или как я их ласково называю, флюпатцы. Внешне это практически полная копия AirPods, которые прилично так переели. Причем сама компания называет этот изгиб лебединой шеей. Кейс от наушников тоже намного массивнее, чем таковой у наушников от Apple. Закрывается наш кейс на магнит, и сами наушники тоже крепятся на магнитах. Однако в отличии от самсунговских паццев, они не выпадают из кейса. Флюпатцы заряжаются либо по Type-C около 2 часов, либо по беспроводу примерно часа 3. К слову, в автономности и таится основная проблема этих ушей. Наушники живут примерно 2,5 часа, а если постоянно подзаряжать их от кейса, то примерно 20 часов. Я, конечно, не особо заморачиваюсь, так как я чаще всего использую один наушник. Однако у многих это вызовет неудобства. Что по посадке? Как и все вкладыши, флюпатцы уверенно сидят в ушах. Их, конечно, можно уронить, если постараться, но сидят они в целом неплохо. Ну и звук. Басы на удивление присутствуют, а низкие не режут слух. Благодаря форм-фактору вкладышей вы всегда будете слышать окружающий мир, а мир будет слушать вашу музыку. Поэтому вряд ли можно назвать флюпатцы наушниками для меломанов. Зато удобно смотреть в них фильмы и прочий медиа-контент. Также можно заниматься спортом, благо тут есть IP54, то есть защита от дождя и пота. Флайпотц на рынке присутствует в двух версиях. Про и обычная. Разница между ними небольшая. В прошках есть голосовой помощник и идентификация через костную проводимость. Ну а в обычной версии, к сожалению, присутствует отставание при онлайн-гейминге. А обрывов нет ни в обычной, ни в про-версии. Поэтому, если вы захотите потратить примерно 120 долларов на эти наушники, то советую брать сразу Pro-версию. Напишите обязательно в комментариях, что вы думаете о гаджетах, представленных в этом топе. Что бы вы лично добавили и подписывайтесь на мой инстаграм. Ставьте лайк и пока! Пу-ху! Субтитры сделал DimaTorzok